За последние 50 лет было выпущено много культовых песен, но, к сожалению, некоторые из них были незаслуженно забыты. И тут на сцену вышло новое поколение, которое подарило этим трекам еще одну жизнь. Давайте же узнаем, какие музыканты освежили хиты прошлого, придав им новое современное звучание. А кто с треском провалился? Ставь лайк под видео и присылай в комментарии, какие еще перепятые хиты ты знаешь. Более 20 лет назад группа «Руки вверх» представила сингл-песенка. Позже ребята продали права на свой трек, вследствие чего появилась его улучшенная версия под названием «All Around the World», которая стала хитом нулевых. Со временем композиция начала забываться, и тут на помощь пришел самый неоднозначный коллаб этой осени «Элджей и Моргенштерн». В своей новой песне «Лолипоп» ребята использовали всем знакомый синтезаторный сэмпл, вставив часть вступления песни и освежив ее современными эффектами. Они напомнили о детищу девушек из ATC и подарили их творению еще одну жизнь, но уже в хип-хоп обличии. Группа «Виагра» была настоящим феноменом на просторах всего постсоветского пространства. Изначально солисток было двое. Одной из первых работ, принесшей тогда дуэту популярность, стала песня «Попытка номер пять». Казалось бы, об этом треке уже все давно позабыли. Однако у Мэбла было свое мнение. Он выпустил свою версию с измененным текстом. Теперь сингл исполняется от лица мужчины, который уже устал прощать и мучиться со своей попыткой номер пять. А я простил ее, простил ее, но опять, опять, опять... Ну а как вам такой вариант шлягера? Пишите ответы в комментах, ну а мы едем дальше. Порой, чтобы освежить песню, достаточно попасть на шоу «Ламборджинсы». Благодаря одному из выпусков мы услышали новую версию творения Лолиты «Пошлю его на...» Подарить треку вторую жизнь решила Дора, которая достаточно сильно переработала мелодическую составляющую. Теперь типичная попсовая лирика стала похожа на депрессивный эмма-рок, где даже вокал юной девушки передает всю боль от грядущего расставания. К сожалению, не все современное поколение знает, что оригинал песни «Кукушка» еще в 80-х под гитару исполнял Виктор Цой. Забыть этот факт можно лишь потому, что в свое время Полина Гагарина сделала свою неповторимую версию, в которой от оригинала остался лишь текст. Теперь на своих концертах она регулярно поет «Кукушку», делая это с искренним душевным надрывом. Однако до Гагариной этот сингл исполняла и Земфира. Произошло это на встрече памяти Виктора Цоя, а стиль выступления был максимально близок к оригиналу. Ну а теперь пиши в комментариях, чья версия тебе нравится больше – Гагариной, Земфиры или Цоя. Хотя, мне кажется, тут ответ очевиден. Ребята, я, кстати, тут залипла на один мега-крутой канал и решила теперь, что буду с вами делиться годными каналами. И сегодня я расскажу вам про эпизоды. Ранее я с вами делилась все, что залипла на сериалы про порноиндустрию с настоящей порно-актрисой в главной роли. Слушай, Лен, ну когда они сквиртят в камеру, ты же так не реагируешь. Ты должна была быть к этому готова. Знаешь, я живу в России. Я готова к тому, что на меня в любой момент могут насрать. Но к тому, что можно опрожнить кишечник через влагалище, я готова не была. А сейчас у этих ребят вышел новый формат «Синдром поиска глубинного смысла». В этих видео вы наконец-таки сможете для себя раскрыть подлинный смысл лучших фильмов. И лучше станете разбираться в кино. В то время как ваши друзья не смогут с первого раза понять истинный смысл киноленты, вы будете в вашей компании самым умным. Уже вышли обзоры на такие культовые фильмы, как «Джокер» и «Паразиты». «Хватит ржать, псих, это не смешно». «Да, весь город в огне из-за того, что ты сделал». «Все в машинам пожарочные голоса не есть, что в ходе в мире?» «Я знаю. Разве это не прекрасно?» «Сынок, знаешь, какой план никогда не провалится? Тот, план которого нет. No plan». Короче, я залипла и не пожалела ни разу. Подпишись на них и пиши им в комментарии, что ты от меня, от ТПП или от Вики. Ну а как посмотришь любой из их выпусков, отпиши с ней в Инстаграм, обсудим с тобой увиденное. Сингл «Макарена» в 90-х стал настоящей бомбой, которая взорвалась подобно сверхновой. С момента ее презентации прошло 18 лет. Испанские музыканты постарели, а она вновь покорила весь мир. На этот раз в интерпретации «Тайга», который превратил национальную балладу в кочевый рэп-сингл. Кстати, в начале клипа, который набрал уже 120 миллионов просмотров, появляются те самые дядьки из Лозда Люлио. Заметили? «Шейп оф Мэй Харт» сама по себе является невероятным хитом. Тем не менее, Juice WRLD решил взять минус с оригинала Стинга, накидать на него бит и явить публике «Lucid Dreams». Несмотря на судебные тяжбы, по поводу авторских прав с выходом новой версии выиграли все. Juicy получил хайп и мировую известность, а британский джентльмен – несколько миллионов просмотров на свой не менее атмосферный клип. Еще один трек Цоя не остался незамеченным. На этот раз в качестве основы был взят сингл «Группа крови», который Джизус превратил в некое подобие готического клауд-рэпа. «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер». Фанатам исполнителя такое звучание зашло, о чем говорит их реакция на живых выступлениях. «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер». Спустя два года после релиза Владислав отошел от хип-хопа в сторону настоящего рока. Что интересно повлияло? Может быть, Виктор Цой так повлиял на Джизуса? «Альянс» опередили свое время, когда выпустили песню «На заре». В свою очередь культовой композиции отдали дань уважения парни из «Брейнсторм». Они сделали трогательную аранжировку, собрав воедино речитатив и узнаваемый припев. «На заре». Добавим сюда хороший вокал, а также живое выступление с главным полицейским России Сашей Петровым и получим настоящий огонь, который будет еще долго греть в душе. В мире нет ни одной женщины, которая бы томно не вздыхала, когда в очередной раз слышат песни Валерия Меладзе. Егор Крид нагло воспользовался его стихами, решив провернуть этот трюк со своими малолетними фанатками. Он перепел самбу белого мотылькана, что получил в ответ сотни бежащих девичьих голосов. От оригинала в плане звучания мало что осталось, однако кому это интересно, если новая версия качает, не так ли? Максим подарила нам множество чистых и искренних работ. Когда в мире не все спокойно, их очень не хватает. Поэтому Мэри Гу подарила вторую жизнь синглу «Нежность». Теперь обновленная версия будет звучать из каждого утюга, ведь подобные эксперименты довольно часто заканчиваются успехом. Сейчас гречка пропала с медийных радаров. А помните, как в инстаграме вирусилась ее адаптация песни от пятых мошенников «Люби меня, люби». Акустическая версия с надрывным женским вокалом была свежим глотком после приевшегося хита нулевых. Добавим сюда сотни разнообразных каверов и пародий, после чего сделаем вердикт – шалость удалась. «Нон-стоп» от «Рефлекс» в свое время звучал отовсюду. Кирилл Бледный из «Пошлой моли» просек фишку и сделал «Расколбас» версию забытого хита. Что происходит под этот трек на его концертах, трудно описать словами. Достаточно посмотреть это видео, и все встанет на свои места. «Сектор Газа» была по-настоящему народной группой. Трек лирика показал Юру Хоя с другой стороны. Романтика девяностых в этой композиции видна неворушенным взглядом. Однако все имеет свойство со временем забываться. Чтобы этого не произошло, Филатов и Карась, Фит Маша выпустили женскую версию лирики. Кому-то песня не понравилась, однако благодаря ей многие узнали об оригинале, который вышел целых 27 лет назад. Ну а теперь, пожалуйста, твой вердикт. Какая песня лучше? Хоя или Ребят? Клава Кока талантливая девочка. Раньше она делала каверы, а теперь дарит жизнь хитам нашей молодости. Под ее творческую руку попал трек «Сошла с ума» от группы Тату. Я сошла с ума, 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 мне нужна одна, мне нужна одна, мне нужна одна. Новая версия явно понравится фанатам, однако все портит очень грязный звук, который неприятно режет уши. Мне одной так кажется, или вы тоже против мусора в песнях? Ну что ж, ребят, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, и давайте наберем 20 тысяч пальцев вверх, тогда я сделаю вторую часть, потому что треков, которые перепели, еще огромное количество. Делись этим роликом с друзьями, с одноклассниками, с учителями, да с кем угодно, просто не будь жадиной, поделись. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, а с вами была Вика, увидимся завтра. Всех люблю, целую, обнимаю, пока-пока. Академия порядочных парней